Музыка Сообществом красноярских художников было выдвинуто предложение днем открытия первого Суриковского фестиваля, считать 26 декабря 2006 года, день открытия отчетной региональной выставки Красноярской организации «Союз художников России». Так зародилась красивая традиция. И сегодня Красноярская региональная организация «Союз художников России» при поддержке Главного управления культуры администрации города Красноярска открывает 6-й зимний Суриковский фестиваль искусств, посвященный 164-й годовщине санья рождения Василия Ивановича Сурикова. Добрый день, уважаемые красноярцы. Я поздравляю всех с открытием зимнего Суриковского фестиваля искусств. Этот фестиваль стартует уже в шестой раз. И стартует он прекрасной выставкой, которая организована региональным отделением Союза художников России, творческой организацией, которая сплотила в себе инициаторов этого большого творческого дела, изобразительное искусство и развивает изобразительное искусство в крае. Это очень важно для нас. Почему? Потому что в обществе существует очень серьезный запрос на то, чтобы прикоснуться к прекрасному. И я благодарю и рассчитываю на то, что в дальнейшем региональная организация Союза художников России будет активно участвовать во всех городских проектах. А мы сделаем все для того, чтобы больше появилось экспозиционных площадей, для того, чтобы все больше и больше жителей города Красноярска и Красноярского края, и наших гостей могли побывать на выставках, которые мы сможем вместе организовать. И считаю, что здесь у нас еще очень много совместной работы. Говоря о представленной выставке, конечно же, следует сказать, что здесь представлено более 150 работ, 85 мастеров и прославленных мэтров искусства, которые работают и работали у нас в крае. И молодых творческих талантов, которые принимают участие в работе сегодня. Я желаю удачи и успехов. Поздравляю всех с открытием выставки. Стартующему Суриковскому фестивалю искусств. Больших успехов! Управление культуры администрации города Красноярска поощряются художники, участники выставки. Благодарственные письма вручает руководитель Главного управления культуры Наталья Валерьевна Молощук. Благодарю. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня уже встречаемся в этом зале во второй раз именно за сегодняшний день, потому что в 12 часов собирались все представители художественного сообщества города Красноярска для того, чтобы подвести итоги уходящего творческого года. И самое главное, того рубежа, который действительно наша общественная организация «Союз художников России» выбирает для себя, чтобы так или иначе выбирать нового председателя. Подводить итоги своей работы в течение этого периода. Я искренне рада, что Сергей Евгеньевич вновь избран. Я считаю, надо поддержать аплодисменты. Потому что действительно, те, кто присутствовали на этой конференции, слышали и от первого заместителя министра культуры Красноярского края Лены Глоктёновны Пасниковой, и от меня только слова благодарности за нашу правильную стратегическую линию, как всем вместе передавать свой опыт подрастающему поколению. А это главное. Значит, в Красноярске действительно художественная школа будет жить. И мы будем встречаться не только в рамках Суликовского фестиваля. Я напомню, что подобные выставки вы, уважаемые красноярцы, дарите нам и в преддверии Дня города. А это тоже знаковое событие. Спасибо вам огромное. Именно поэтому и с большим удовольствием вручайте благодарственные письма, продолжая ту церемонию, которая была на счета днём. И мы с вами искренне порадовались, что это вот такое замечательное совпадение. И фестиваль открывается, и мы действительно благодарим друг друга за совместную работу. Слово предоставляется заслуженному художнику России, члену-корреспонденту Российской академии художеств, председателю Красноярской региональной общественной организации «Союз художников России» Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Это шестой фестиваль. Но я так думаю, что у этого фестиваля огромное будущее, потому что это фестиваль имени Василия Ивановича Сурикова. Человек, который представляет для нас особую гордость. Это великий русский художник. Это художник, который в своих работах сохранил и воспел историю России. И я думаю, что эта выставка – это наш маленький вклад в эту копилку истории, в эту копилку культуры. В этом году действительно это десятая отчётная выставка работы нашего управления. И общее собрание сегодня дало путёвку в жизнь новым проектам, новым идеям, которые, я думаю, будут реализованы. Тем более, что мы постоянно чувствуем поддержку, поддержку краевых и городских властей. А Зимний Суриковский фестиваль искусств – это как раз тот момент, когда художники готовят лучшие свои произведения, созданные за год. Тем более, что перед этой выставкой прошли два больших, значимых проекта. Один из них – молодёжный «Молодая Сибирь» и один из них – «Инисеер Тышк», на котором были представлены лучшие работы красноярских и омских художников. Часть этой выставки – это работы, отобранные с этих двух проектов, то есть прошедшие многоступенчатый отбор. Конечно, эти залы не способны вместить всего того, что хотелось бы показать, но я думаю, что у нас есть перспективы. Тем более, что идей много, планов много. Я думаю, что её возможностей много, так как желания наши и наши уважаемые власти, они обоюдные. Тем более, что мы делаем одно большое, красивое и благородное дело. Мы стараемся в нашем обществе сохранить великую русскую культуру. Всем огромное спасибо. У культурного наследия является актуальной для города по многим причинам. И одна из них – это сложившаяся в городе Красноярске уникальная система художественного образования, берущая своё начало именно от Сурикова. Детская художественная школа номер один, Красноярское художественное училище, Красноярский государственный художественный институт, Академия художеств. Слово предоставляется народному художнику Российской Федерации, академику, председателю регионального отделения «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток» Российской Академии художеств Анатолию Павловичу Левитину. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с этой замечательной выставкой. Выставка, которая демонстрирует большое мастерство, высокий профессионализм, любовь к жизни, любовь к красоте, что очень важно сегодня, потому что, к большому сожалению, во всем мире существует тяга к так называемому актуальному искусству. Никто не может сказать точно, что это такое, но тоже могу сказать, что когда я был на сессии вот сейчас на общем собрании Академии художеств, я задал тоже этот вопрос, что такое актуальное искусство. И рассказал, что актуальное искусство демонстрируют художники Красноярска, потому что на выставке ходит очень много народу, и это и есть актуальное искусство. Вот так мы говорим. Я от всей души приветствую братьев своих художников. Мне очень нравится, что много здесь новых работ. Каждый художник показывает уровень своего роста. Это очень приятно. И я большой радость выражаю тому, что реализм... Сейчас очень некоторые стесняются этого слова «реализм». Мы уже дошли до ручки, можно сказать. А ведь реализм — это то самое направление, которым занималось великое искусство мировое, начиная с раздражения и конца нашими великими русскими художниками — Репином, Суриковым и так далее. Спасибо вам за замечательную, высоково-рофессиональную выставку. Спасибо. Василий Иванович Суриков, наш великий земляк, в своих воспоминаниях всегда подчеркивал, что все свои образы он привез из Сибири. Красноярские мастера живописи являются достойными продолжателями дела великого мастера. И Краевая художественная выставка, вмещающая в себя все разнообразие художественных процессов, происходящих в крае, является тому ярким подтверждением. Слово «Крепостровление» предоставляется народному художнику России, члену-корреспонденту Российской Академии Художеств, участнику выставки Валериану Алексеевичу Серкину. Я вспоминаю слова замечательного искусствоведа, усадьбы Василия Ивановича Сурикова, Иошпы Иды Львовны, которая в свое время нам, вот таким вот начинающим, говорила, сколько сил, сколько желания отдал великий художник Василий Иванович Суриков для того, чтобы вы учились в этой школе, чтобы была здесь художественная школа. А теперь их десятки школ. Десятки школ. Я не говорю, что уже училища, уже говорили институты, академии, все. И все, что тут стоят, это художники-выходцы из этих школ. И я думаю, что тут одно только можно сказать. Досветится имя твое, Василий Иванович, Суриков. В официальную программу шестого зимнего Суриковского фестиваля искусств вошли более ста мероприятий. Спектакли и концертные программы, художественные выставки и музыкальная литературная композиция, бренд-ринги и музыкальная гостиная, мастер-классы и народное гуляние. Вот неполный перечень событий, посвященный 164-й годовщине со дня рождения Сурикова. В дни зимних каникул красноярцы смогут спланировать насыщенную культурную программу и познакомиться с произведениями театрального, художественного и музыкального искусства. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ